Добрый день, дорогие друзья и зрители этого замечательного канала, который ведет Юлия Руфлорида. Можно встать, я так побаловалась. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, то есть город Орландо и его пригороды. Сегодня мы поговорим не о недвижимости. Я, честно говоря, тогда не знаю, что я здесь делаю, наверное, потому что я помогала ребятам в поиске помещения. Мы сегодня рассказываем вам про бизнес. Я хотела поделиться с вами счастливой историей, как наши русскоязычные земляки, переезжая в Америку, открывают очень успешные, хорошие, интересные бизнесы. С одним из таких бизнесов мы сегодня ознакомимся. Это русскоязычный детский садик. Русский детский садик, как это сказать, называется «Солнышко». Ребята его сейчас открывают. Он еще не открыт. Происходит сейчас набор детишек в этот садик. У них осталось последнюю сделать – это поставить высокий шестифутовый забор. Без этого забора они не могут действовать пока, но уже вот-вот на днях это все прибудет, все это встанет. И давайте мы пройдем и познакомимся с владелицей бизнеса. Да, пройдемте. Очень интересно. Как раз начался ветер. Зайдемте в помещение. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Заходите, пожалуйста. Да, да, да. Очень интересно. У вас же уже есть существующий бизнес – это строительный бизнес. И, насколько я знаю, он очень успешный. Я пользовалась вашими услугами. Куча хороших, замечательных отзывов о строительном бизнесе, которые… Я с Надей давно знакома. Я сама как бы пользовалась, да, услугами вашего бизнеса. Но вот вы решили мужу оставить строительный бизнес, а сама открыть детский сад. Детский сад, которым я занималась и в Казахстане на родине, в городе Алматы. Да, и по прошествии вот полутора лет, как мы освоились в Америке, я аффилировала свой диплом, сдала много-много экзаменов на директора. И вот с разрешением департамента я открываю свой детский сад. Ну, в данный момент мы сейчас ждем лицензию. Этот процесс, в принципе, недолгий, от месяца до трех месяцев. И хотела бы просто информировать будущих своих клиентов, что мы скоро откроемся. Пока что еще не открыты. Сколько еще примерно осталось, когда планируется открытие? Ну, еще, я думаю, где-то месяц-полтора. Но в данный момент мы работаем как кружки. То есть мы предоставляем такие услуги, как художественная гимнастика и шахматы. Ой, интересно. Уже детки приходят, и мы уже работаем, да, две недели, с 15 января. И 10 примерно где-то семей приходят к нам и вполне довольны. Приводят нам новых клиентов. Потому что у нас сильный очень тренер по гимнастике. Она занимала у нас в Казахстане призовые места. Тренировала очень много деток последние два года перед отъездом из Казахстана. Вот. И считается очень сильным тренером. Ну, а здесь в Америке, мне кажется, не хватает вот нашего вот этого воспитания. Это правда. Чтобы дети быстро давали результат. И как раз-таки вот она дает очень быстрые результаты. Родителям очень нравится. И нет таких каких-то грубых тренировок. Все это очень дипломатично. Все интересно для детей. И деткам нравится. Очень нравится. Деткам. А по шахматам у вас кто преподает? По шахматам преподает от нуля, допустим, дети приходят, которые ничего не знают. Им преподает мой муж. Он всех обучал детей с нуля в моем садике в Алмате. Вот. И он доводит до определенного уровня. Но здесь я в разрядах. У нас в Казахстане же разряды. Первый разряд, второй разряд. Это самые высокие, самые низкие разряды. Четвертый, третий. И мой муж дает третий, четвертый разряд. Доводит до второго. И дальше продолжает мой сын, который уже профессионал. Какой у вас подряд семейный. Мы всех детей очень развивали. В Казахстане водили во все кружки, как и здесь все родители хотят выявить талант какой-то. Но мы дали как раздолье выбора. Они выбрали, что им нравится. На этом остановились и продолжают в этом направлении уже как профессионалы. Вот. И он сейчас тренирует детей, которых мой муж довел до второго уровня, до второго разряда. И с успехом с ними работает. Но он еще и берет англоязычных, потому что он сейчас уже владеет английским языком довольно хорошо. Давайте сделаем тур по нашему садику. С чего начать? Проводите нас. Можно я спрошу? Расскажи, пожалуйста, что здесь было? Я понимаю, что... Это такой интересный вопрос. Я была этим риэлтором, но он нас привел именно сюда, Да, потому что здесь была пастора. При пасторе, при церкви был садик. Да. То есть зонинг, он уже был для детского сада. Что нам сэкономило полгода работы над землей. То есть мы пришли, можно сказать, в готовое помещение, документально готовое. Мы просто сделали здесь ремонт и все. И то, что здесь была церковь, мне это очень нравится. То есть это все как благословенно Богом. Бог у нас один. Да. И вот покажу я... Ну, начнем с этого помещения. Здесь как раз-таки проходит гимнастика для малышей. В данный момент занимаются гимнастики от 4 до 10 лет. Вот несколько деток у нас. И мы оформили здание такими вот иллюстрациями, которые я заказала с Казахстана, так же, как и шторы. Ничего себе. Попозже. Прикольно. Да, расскажу. Иллюстрации советских... А, посмотрите наши мультики. Русских народных сказок. Но это все такое, знаете, напоминает наше детство. Наши любимые. Да, да, да. Молодцы. Давайте дальше проходим. Что у нас дальше? Здесь у нас зона для художников, для маленьких художников. То есть они здесь будут творить. Хотят. Вот, да. То есть здесь можно пачкать, можно разливать. Игранки. Очень светлая комната. Да, такой большой. Да, здесь будет очень хорошо. Видные краски на бумаге. Ну, и немножко про шторы, которые я сейчас покладываю. Привезли. Еще немножко, да. Это турецкий хлопок, да. Он не выгорает на солнце и полностью закрывает солнечные лучи. То есть если мы деток будем укладывать спать, мы задергиваем шторки, и это как жальность. Хорошо. Угу. Ну и здесь у нас розовая комната. Название группы у нас есть на сайте. Мы еще просто вывески не вывесили. А так название тоже такие веселые. Чебурашка. Там солнечные зайчики. Ага. Вот здесь у нас комната мухи-цыкакухи. Ага. Интересно. Это что здесь делают? Здесь у нас группа будет малышковая, наверное, с года до двух. Мы еще не распределили, в принципе, но все группы, они предназначены для маленьких детей. Угу. Там лего, да? Лего-скорик. То есть здесь полностью будут такие предметы, как лего, конструирование, будет включено в программу. И также в программу детского сада бесплатно будет включено два раза в неделю гимнастика художественная и два раза в неделю шахматы. То есть для детей, которые придут, поступят в наш садик, это будет как бонус. Бонус. Понятно. Хорошо. А с годика, да? С годик. То есть не раньше? Маленький. Не раньше у нас. Потому что всего в помещении, видите, три комнаты. И у нас так получается, что мы скомбинируем какие-то возраста. Допустим, с года до двух и с двух до трех это будет одна глупа. Потому что с трех до четырех, а потом из четырех до пяти как раз вот три комнаты. Ясненько. Попутем дальше. Здесь у нас будет морская тема. Комната путешественника. И шторы у нас. Также я заказала морские путешественники. И вот дедушка с золотой рюкзаком. Все продумано. Да. Все продумано. Все в таких синих тонах. И полы напережки. Все чистенько. Все это переложили. Все новое. Сделали новый файл-аларм. То есть у нас по соседству следующее здание. Здание пожарников. Который всегда у нас. А это я уже оформляю. Сори. Я тут топчусь. А, здесь вообще уголок. Уголок для свободных лидер. Здесь будут всякие различные ледер-конструкторы. Там какие-то машинки будут лежать. Там у нас уголок чтецов. То есть туда приедут. Я заказала с России. Приедет русская литература. Сказки. Рассказы всевозможные. Разукрашки, может быть. Вот. Понятненько. Рассказы, пожалуйста, такие. Да, да, да. Идем искусства. А, ну, а чем меня они угрожают? Это кроватями. В каком смысле этого слова? А в очень даже хорошем. Потому что в Казахстане я была приверженцем таких вот экологических кроватей. Которые легко протираются. Не вызывают аллергии у детей. В отличие от наших толстых лампадрозасов и подушек, которыми ребенок все время дышит. И там миллиард клещей. Ну да, кстати. А здесь это уже просто и для осанки хорошо. Мягкость, жесткость. Все сочетается. Ну, то есть пользы тут, конечно, очень много. А где бы они спали? Вот где это будет расставляться? Вот так вот. Вот здесь, да. А прикольно. Они нужны тогда час в день, да? Ну да, час в день. А сейчас, да. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Собирается кроватка. Столик можно не убирать. Просто вокруг столика сложится. Так. Это мощно. Столько много кроваток, да? И просто вот как конструктор. Одна в другую встала или как-то. И можно каждый день. дисциплиницировать. То есть это не раз в полгода. Как в странах СНГ вот раз издаются в автоклад. Там и полгода один раз это все. Потом еще химия. А потом это химия все убивает в микробы. Да? Эта химия потом испускает какой-то другой запах. Это мучение для детей и для воспитателей, для всех. А здесь это просто рай. Так. Что еще есть показать? Есть какие-то комнатки? Может быть, где обедают? Да, сейчас мы как раз идем в сторону столовой. Алия, а преподаватели у вас? Преподаватели мы сейчас объявили набор, что мы ищем преподавателей именно с каким-то филологическим образованием, с математическим. Благофеды нужны. Да, музыканты нам нужны. Потому что музыка – это основа. Даже основа математики, можно сказать. Ну, естественно, мы даем хорошую зарплату. Поняли, что зарплата, в принципе, от двух до двух с половиной тысяч – это нормальная зарплата. В неделю – то есть 600-650 долларов. Хорошо. Ну, чтобы человек работал не месяц-два и уходил, а уже какой-то длинный период, потому что дети привыкают. Конечно, да. И каждый раз устраивать детям стресс меньше ребенок. Экономим на зарплате, да. Если, конечно, будет отличный специалист, мы, конечно, так не экономим на зарплате, так же, как и в Казахстане. У нас работали очень хорошие преподаватели. Я никогда вспоминаю, у меня аж… Надо было их везти сюда. Вот даже тоже посылкой. Да, я бы с удовольствием. И они меня просят, заберите нас к себе. Там можно, конечно, открыть пять детских садов, потому что там коллектив у меня был большой, около 20 человек. А здесь сколько планируется? Здесь планируется четыре, пять, еще плюс повар. То есть три воспитателя и одна нянечка, вот на три группы. Плюс повар. Ну, повар, он один, это его территория. Так, давайте посмотрим. И самое интересное, вот у нас перед… Здесь будет повар писать меню. Это доска для него. Каждый день родители, каждый день. Детишек и смотреть. Если что-то поменяется, то будет нехочевать. Да, 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 что-то можно легко стереть, поменять какой-то… Блюса там, ужин плохо, я чуть проголодался. Это девочки-сольник. Это наши обычные солдаты, которые мы любили в советское время. За дополнительную плату можно, да. Вот, воспитатели будут, естественно, это будет… Мы будем абсолютно бесплатно кормить. Это будет всегда включено в… Ну, я привыкла… Так, я не знаю, как здесь, правда. Но здесь, я знаю, что снеки распространены. Это, то есть, сухой какой-то… Да, не очень хорошо для детей. И поэтому желудочные желудочные желудки – это не очень, я бы сказала, хорошо. Поэтому мы разработали… Ну, это готовое меню с Казахстана, то есть, это разработано диетологами. То есть, оно… Все блюда друг другу подходят. То есть, нет такого смешения продуктов, чтобы там… Да, все продумано, и я просто вот уже готовое меню буду здесь внедрять. То есть, три группы, по сколько человек детей? Ну, вот две группы, они маленькие, они примерно 10-12. И вот эта вот большая, побольше группа, здесь будет 15. А обучение и общение будет только на русском или все-таки будет английский? Для предшколя, вот с 4 до 5 лет, мы внедрим урок английского языка, то есть, там, где мы будем их обучать буквам, алфавиту. То есть, они должны же в нашу школу пойти подготовленные, а в школу же они пойдут не в русскую. Да. Потому что, чтобы какие-то понятия были о цифрах, о буквах, о каких-то начальных, там, простых словах. Потому что, ну, в школу их пускать просто с русским языком нецелесообразно. Если была русская школа, тогда, конечно, можно было без страха все это на русском проводить. А так, один урок для предшколя, с 4 до 5 лет будет урок английского языка. А если к вам придут детки англоговорящие, испаноговорящие? Так вы не рассматривали в реакции? Ну, пока не... Это невозможно. Ну, если придут... Вот у меня есть знакомые, с которыми я училась в колледже при изучении английского языка. Я познакомила у меня там одноклассники. Они просятся ко мне в сад, но я сказала, это детский сад с русским языком обучения. Они говорят, мы согласны. Почему бы и не изучать еще один язык? Конечно, для детей, я думаю, это очень классно. Потому что я им писала, какие у нас есть сказки, чем мы кормим, какие у нас условия. Они приехали, посмотрели, и они сказали, мы согласны. Поэтому они ждут сигнала. То есть... Классно. Это скажем, что мы желающие там были. Это публичные испанноязычные детки, они тоже могут... Есть много желающих, которые хотят изучать русскую культуру. Конечно. И почему бы и нет. Особенно, когда здесь еще и шахматы, да? Да. И все такое. Что их еще прелестило, что не как во всех садах, мы предлагаем шахматы и художественную гимнастику. Эта гимнастика считается же олимпийским видом спорта. И она, естественно, идет как дорогой вид кружка. А глядя на то, что предлагают другие сады, там обычно идет обучение танцам, обучение рисованию. Но это обычные уроки. Но, опять-таки, это тоже будет. Это обычные уроки. Это не дополнительные. Это то, что входит в программу. Оно должно входить. Но как без танца в детском саду? Как без песен? Как утренники наши? А наши утренники замечательные, когда мы можем показать результат нашей работы над детьми. И дети могут это все показать родителям. Как они танцуют. У нас на 8 марта даже мы в Казахстане сделали танец с папами. Девочки танцевали с папами. И это было так душевно, так трогательно. У нас мамы, которые сидели, смотрели представления, пап, мамы, сыновей плакали и говорят, мы родим дочерей, и вы нам сделаете такое утреннику. Хорошо. Мы не успели. Сколько лет назад вы переехали в США? Мы в 2019, 8 июля. А, всего два года? Вот так будет. Представляете, и уже два бизнеса. Ну, кто хочет работать? Представляете, какие вы быстрые вообще. Говорят, быстрые, а для нас это все как будто долго. Потому что в Казахстане, видите, там же не надо ждать вот этой документации, разрешения. Да, там сначала откроешь, а потом берешь разрешение. Походу дело все. В дом переедешь, а потом оформляешь этот дом, что ты уже построил. На самом деле ты в нем уже живешь. А здесь, ребят, прям гордость берем. Да, да. Спасибо. А здесь как положено. Сначала делаешь документы, тебя проверяют. Вот, например, ТБ по фингерпринту они все проверили, что я не преступница, не насильник, да, не маньяк. И только потом меня... Это важно. ...вытили к работе. И я теперь спокойно, например, могу воспитателей брать на работу, проверить. И их также через отпечатки пальцев прогоняют. Да, без этого на работу нельзя. Вот так. Такая сфера деликатная. Вообще, в детям, вообще, так они выпускают взрослым, потому что всякое может быть. Конечно. Вот, и поэтому мы и камеры установили для спокойствия родителей, чтобы они могли в любой момент подключиться и посмотреть, что их ребенка никто не обижает. Они прямо онлайн могут, да? В режиме... Это круто. В прямом времени, да. Но это сейчас не... Не новое. Не новое, да. Да, спокойное новое. Но это, да, это интересно. Да. Хорошая примочка. Вы считаете такой дорогой опцией, но это недорогая опция. Да, да, на самом деле. Просто ее так преподносят. Да, и вот мы дорогие сады посмотрели, поизучали, но это... Они преподносят прямо это... Как что-то новое. Но это обычная опция, поэтому родители спокойно могут посмотреть за своим ребенком. Так, а что у вас там вот хочется мне пройти? Там кухня, да? Там кухонька маленькая, да. Вот кухонка. Почему маленькая хорошая? Нормальная, да. Да. Я считаю, для садика, для такого очень даже... Посуду будет мыть, посудомойка, не вручную. То есть всегда посуда точно будет чистая. Также вот плита с двумя духовками, потому что здесь и выпечки будет очень много делаться. Продукты будут завозиться с дополнительной двери, то есть через садик, ничего такого грязного. А, вот здесь дверка. Да, это все на выход. Да, на выход. Ага. Холодильник у нас в подсобке, у нас большая подсобка, но я ее сейчас не хочу вам показывать, она у нас... Ну, в квартире, строительные материалы пока лежат. Да, это вот здесь, да? Да, это да. Окей. Там где-то, ну, где такие комнаты, можно сказать. И там у меня холодильник, столы для раскарки теста. И цистомесы, хлебопечки. А что здесь? Здесь над посудомойкой вот как раз... Вы делаете шкаф, да? Сейчас устанавливаем место для шкафа. Ага, ну, правильно. Все пространство будет занято. Но вот то, что вы посмотрели, это только 50% того, что прибыло. Потому что еще многое будет заказываться по ходу дела. Я хочу понять, что детям нужно... Выйдем на балкон или, как это называется, терраса, игровая площадка. Да? Еще не варенок, твой махматный уголок. Ну, туалет у нас все-таки вот один маленький туалет. Ага, ну, конечно, для детей все понятно. Да, также парадмельница, там сушка для рук, это дезэффектор для рук. И что тут? Ну, самое интересное, здесь фиссуары для мальчиков. Ох, боже мой. Которые еще не умеют ходить... Вообще-то правильно. Очень мило. Нужно прицелиться, и им будет интересно целиться. Потому что эта штучка будет вертеться. Да, да, да. А если она вертится, значит, ты точно правильно попадаешь. Попадаешь куда надо. Ну, с детства надо учить прицеливаться мальчикам. Это правда. Да. А то знаем. Это комната, да, для шахмат. То есть она останется? Нет, она будет распространяться. Ну, да, она останется. И когда будет много, побольше деток, мы уже переселимся, будем переселяться сюда. То есть профессионалы будут здесь играть, эти любители здесь. Окей. Хорошая комнатка. О, сейчас еще покажу. Вот здесь вот такие вот есть шахматы на стене. Да, это шахматы обучающая доска. То есть коуч у нас учит по этой доске, чтобы все видели. Но здесь мои дипломы, мое доказательство, что я все-таки прошла обучение. И мне разрешено работать. И так же у нас вот перед садиком большая парковка, я считаю, парковка на 25 метр. Хорошая парковка. И одновременно 25 машин могут приехать. Отлично. И по садику у нас вот учреждение пожарников с левой стороны. Ага. С правой стороны у нас плаза хорошая, такая удобная. Когда родители привозят детей на кружки, они на час уходят в плазу закупаться продуктами. Окей, хорошо, классно. А сколько будет стоить на одного ребенка обучение в таком садике? По стоимости. Да, по стоимости можно сказать. Вообще мне очень понравилось, вот когда я училась на директора, есть специальная формула, по которой можно рассчитать ежемесячную оплату для родителей. То есть сюда мы должны внести арендную оплату, количество детей, которые нам разрешат принимать в садик. То есть здание садика, оно уже не резиновое, то есть оно будет рассчитано на какое-то определенное количество детей. Но я думаю, по моим расчетам, они могут написать на 57 детей, если поделить по квадратуре. Но если реально смотреть, здесь вмещается 35 детей. Поэтому я больше 35 детей принимать не буду. Мне легче открыть другой садик и там открывать. Чем здесь печкать это все, когда не очень комфортно будет ни для родителей, ни для детей. И поэтому мы по этой специальной формуле рассчитали. И я на 35 детей, когда все разделила, у меня выходит где-то около 240 долларов в неделю. Но для удобства родителей мы внедрили такое вот немножко, как сказать, плюсы. Чтобы родители не возили на кружки дополнительно, мы внедрили в эту и тут же цену. Мы включили два раза в неделю шахматы и два раза в неделю гимнастика. Гимнастику мы детей будем брать уже с трех лет, даже с двух с половиной. Это все-таки ритмика, физическая нагрузка. А шахматы это где-то с трех. Кто-то может потянет с трех лет. У меня сын младше с трех лет обобщался. А кто-то с трех с половиной. Там уже тренер будет сам выбирать, как ребенок достигнет определенного возраста, трех лет. И мы начинаем с ним тренироваться. То есть родители очень удобно. Привел ребенка в садик в 7 часов. И покушать. 7 часов забрал. Тоже входит. И пятиразовое питание наше стандартное, сливовское. Там вкусные, борщи вкусные, рассольники и пирожки, пироги. Вторые блюда у нас очень хорошие. Мы включили туда даже восточные блюда типа плова, манды. Это все рассчитаны калории на детей. То есть это не жирные блюда, а совершенно такие нормальные, чтобы не тошнило, чтобы не было заворот кишок. И вот пятиразовое питание, два кружка и все занятия, которые мы сюда включили, стандартные занятия. То есть развитие речи, математика, физкультура, обычная физкультура. Потом уличные игры. Мы будем обучать 25 уличным играм, где-то от года до 4-5 лет, чтобы они знали эти игры и меньше сидели за сотками. Потому что чем больше ребенок знает игр, таких подвижных, он никогда не будет сидеть за мобильником. Давайте посмотрим, что там у вас на улице интересного поподробнее. Улица у нас не совсем до конца оборудована. Да, вот расскажите, что там надо еще будет доделать. Самое главное, мы сейчас ждем разрешения от местных властей на установку забора, то есть так называемый пермит. Как только они нам выдают пермит, мы устанавливаем белый енилзабор 6-фитовый и буквой П. И у нас все будет огорожено. Большая вообще территория. Челли у нас это только 70%, 30% еще идет Амазоном. Всякого разного. Да, было 1 марта, мы надеемся все получить. То есть здесь вот так все будет ограждено, да? Все будет ограждено белым забором. Бетон будет покрашен в красивый такой солнечный цвет, оранжевый. Здесь будет весело, не серо, а оранжевый. А мы к вам придем еще на открытие обязательно, зовите нас. Обязательно, мы объявим через наш инстаграм, фейсбук. И об открытии, не то что об открытии, даже просто о презентации. День открытых дверей будет. И там мы сообщим, когда будет открытие. Хорошо, будем ждать. Вот у меня такой вопрос. Скорее всего будут комментарии по поводу близости к дороге, но это по ходу. Садик, детские сады должны находиться на какой-то проезжей части, да? Дороге, правильно, да? У нас трасса, самое главное. Не может находиться где-то в глубине какого-то плана, какой-то козы, да? Или может? Нет, почему? Детский сад, он должен находиться в безопасной зоне. То есть не там, где вот трасса такая многорядная, да? Да, несколько рядов. А, ну, есть такие сады, которые там находятся. Но это же, вот сами подумайте, садик и вот трасса, это не совсем комфортно даже для детей. Это постоянная вот эта слышимость. А так как строят здесь здание, здесь они, стены очень тонкие и очень хорошая слышимость. А мы вот это здание, почему долго искали? Мы искали именно где-то, вот, ну, подальше от этих больших магистралей. И здесь только маленькая внутри районная улица, только двугрядная. И мы находимся за плазой. Плаза закрывает трассу. Ну да. Очень удобно. Хорошо. И постоянно тишина. Мы слышим только пение птиц. Ну, когда забор будет. А когда забор будет, ну, во-первых, забор будет. А потом еще мы поставим большие тенты, которые будут закрывать прямые солнечные лучи. И все вот эти вот качели, чтобы они всегда были сухими. Ну да. Особенно летом, когда у нас много дождей. Правильно. А время работы садика? Время работы с 7 до 7, 12 часов. То есть суббота, воскресенье это выходные? Суббота, воскресенье, выходные. В каком плане? Субботу мы работаем с часу до двух для тех, кто занимается шахматами и гимнастикой. Чтобы не было большого перерыва для тех, кто, ну, занимается профессионально. Им больше двух дней пропускать не рекомендуется, поэтому мы субботу включили. Вот. А так, потому что гимнастика вообще у нас проходит каждый день. То есть ребенок, он должен, если он хочет результат, он должен заниматься каждый день. Ну, так очередь уже есть из детишек. Да, мы уже уэйтинг-лист завели, уже пошли первые клиенты, которые ходят к нам на гимнастику, на шахматы, их знакомые. Вот. И вот таким вот путем они приводятся и заполняем с их помощью лист ожидания. Ну, то, что у нас мало мест, 30-35, я думаю, что мы быстро заполним. Конечно, конечно. Мы вам желаем успехов в этом нелегком труде. Спасибо. Ну, это любимый мой труд. Вот. Это самое главное. Тогда у вас все получится. Мне нравится работать с детьми, организовывать что-то такое интересное. Вот. И мои дети говорят, мама, ты когда-нибудь наешься детьми? Нет, я говорю, нет, я буду воспитателем в ясельной группе. Потому что у меня младший, пятый, он уже вырос, ему уже шло. Пятый? Да. Шестой год, и я шесть лет без ляли. Вот тут челюсть отвисла. Какие вы молодцы. Вот я наберу ясельку и буду, да, кайфовать. Классно. Сколько вышло по деньгам вот такое вот построить вообще и все это сделать, организовать? Что-то вложились. Вложились. Вот мы взяли здание, сдали предоплату, даунпеймент, то есть для того, чтобы взять в аренду, нужно внести за первый месяц взнос и за последний взнос. Как минимум. Потом, когда мы через пять лет, если съедем отсюда, они нам эту сумму возвращают, либо там, если мы... Как депозит. То есть контракт на пять лет, да? Да, да, контракт на пять лет. Если мы что-то там сломали, безвозвратно, утеряно, они с этой суммы будут вычитать. Вот, депозит мы оставили, вложились в ремонт, в мебель, ну, еще даже не до конца у нас расходы не закончены. Да, я представляю. Да, ведь у вас своя строительная компания, поэтому свои... То, что, да, из-за того, что муж занимается в строительстве, нам это дешевле обошлось. Дешевле, и я считаю, что очень качественно он сделал, потому что, если бы кто-то другой делал, я бы сомневалась в качестве. Но так как делал свой, под надзором, все здесь сделано хорошо, и я думаю, ремонт на ближайшие пять лет хватит. А вот такие вот, знаете, покрасить, все это каждый, можно сказать, каждый год, и то в течение года, может быть, в выходные раз-раз где-то надо подкрасть, это уже ежедневный труд такой, да. Но где-то ушло, на данный момент мы еще не до конца закупили оборудование, ушло где-то 45 тысяч везде. Это вообще даже немного, я вам скажу, вы очень компактно все... Мы сэкономили на многих строительных услугах, вот, потому что муж многое сам умеет делать. Да-да-да, конечно, конечно. И он сам все это сделал. То есть это и вы, включая аренду первые последние месяцы, да? А если не секрет, сколько стоит аренда вот такого помещения? Аренда, мы, так как это здание относится к плазе, мы плазе платим 900 долларов, и лендлорду платим 2 850 где-то. Но в итоге выходит около 4 тысяч. 4 тысячи. Это нормальная, адекватная цена, я считаю. Ну и плюс коммунальные услуги, но коммунальные услуги это уже, в принципе, не так много, я считаю. А сколько вот у вас уже выходило за электричество на такое помещение? Мы еще не печем, электропликту не включаем, я даже и не интересовалась этим вопросом, может, занимается, платит. Ну, я не знаю, сейчас копейки идут на 50 долларов где-то вот так. 50? Ничего себе, это вообще дешево. Да, потому что здесь, в принципе, ничего не работает. Не работает, да, потом, может быть, да, будет, может быть, и 500 будет, если все будет гореть, конечно. Потому что начнется, да, с утра до вечера плита будет работать, посудомойка. Как все дети надышат здесь. Ну, как детей же часто моешь, а, естественно, здесь водонагреватель будет работать круглосуточно практически. Поэтому, ну, я думаю, еще один нолик прибавится к оплате. Ну, то есть, хорошо, если вот у вас будет наполненность 30-е, сколько, максимум 35 человек, то через сколько планируете окупить этот бизнес? Ну, я думаю, где-то в районе полугода. Полугода, да? Да. Ну, на этом я не думаю, что я остановлюсь, потому что мне одного садика мало. Мне надо побольше объем. Я привыкла на 100 детей работать на 120-20. То есть, будете искать помещение все это время? Да. Вот как здесь раскрутитесь, да, наполните садик, будете искать новые. Вы молодцы. Кстати, да, с Винтерпарка же. Винтергарден очень удобно дорежать со многих районов Орландо, практически со всех. Пояса посреди. И само расположение Винтергардене очень замечательно. Это исторический район Долтан Винтергардена. И там люди платежеспособные, и много русских там, русскоговорящих много. Туда смогут приезжать те, кто живет на севере. Семеновка, Селонгвот, Алтамонскрин. Ну, вот надо вот так вот распределить филиалы, чтобы было удобно, чтобы не близко друг к другу располагались. Мы почему подальше от Аленки, но чтобы... Конечно, и им не перебивать, и вам хорошо. Потому что мы совсем, можно сказать, не конкуренты друг к другу, у нее совсем другой район. Поэтому у нее свои клиенты, у нас свои. Да и вообще русских здесь, русскоязычных прибавляется с каждым годом. Ну, я бы не нашим, на всех хватит. Да, 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 у нас действительно стало больше намного в последнее время. Люди кладятся с удовольствием. Да, и переезжают тоже с удовольствием. В темной Флориде почему бы и нет, да? Тут рай для детей. А какой-то офис здесь есть, административный что-то, где воспитатели там переоденены? Там, где шахлаты. Там, где шахлаты, да. У нас такое миниатюрное помещение, мини-садик. Он как домашний. Я его вот и оформила, чтобы ребенок приходил не как в учреждение, а как в гости к тетелье. Такие цветастые шторки, все яркое, все светлое, все по-домашнему. А вы сами будете здесь преподавать или как-то с детьми контактировать? Я сильная группа моя будет. А, окей, все понятно. Моя любимая группа. Обалдеть, какие людей я встречала. А так мы, конечно, в поисках профессионалов, с которыми я хочу работать, чтобы они действительно могли... Пишите, обращайтесь, если вы уже здесь, да, в Орландо или хотя бы в Штатах. Да, если вы здесь, я вас жду. Да, но давайте скажем, что у вас должен быть легальный статус, у вас... Естественно, да, чтобы мы могли официально оформить документы, чтобы она прошла обучение. Все равно здесь требуется 10 часов определенного обучения, после которого она может приступить к работе. Не то, что приступить можно после проверки ФБР, а пройти нужно... Здесь, что удобно, можно учиться с работой. То есть работая... И учишься. И учишься, классно. При комнатах. Не надо никуда ездить, не тратить еще дополнительное время. Достаточно отучиться 10 часов на базе садика. И самое главное, мы оплачиваем это обучение. Да, все правильно, по закону. Все для удобства. И мне же это тоже выгодно. Мне надо, чтобы воспитатель действительно был грамотен и просвещен во всех американских вопросах. Если, допустим, только прибыл, у нас-то свои законы в СНГ преподавания, а здесь совершенно хорошо отличается. Поэтому ему обязательно надо пройти. Я рада вас очень видеть, девочки. Я вас послушала с Казахстана. Я приехала в Орландо, потому что видела все ваши передачи. И без страха я приехала сюда, потому что была как-то просвещена. Основы-то вы все говорите очень хорошо. Спасибо вам. И вам спасибо. Спасибо за такой замечательный тур. Я просто в восхищении. И у меня гордость берет за наших земляков. Да. Я, честно говоря, даже не ожидала. Я думала, что вы приехали в Орландо, откуда-то, с другого штата. Это недавно. Но я не ожидала, что вы вообще в США прибыли только... Не сразу к вам. ...меньше двух лет назад. И уже настолько как бы хороший, развитый, успешный бизнес, идея. В общем, если есть цель и амбиции, то все можно достигнуть. Америка предрасполагает развитию всех бизнесов, помогает, поддерживает. И этим надо пользоваться. Спасибо огромной Америке. Спасибо огромное вам. И процветания вам и вашему бизнесу. Спасибо. Все, давайте. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok